Уважаемые жители Ненецкого автономного округа, всем добрый день. Как вы знаете, с 17 марта на территории нашего региона действует режим повышенной готовности. Он введен моим постановлением для того, чтобы не допустить появления и распространения на нашей территории коронавируса. Все ограничения, связанные с этим режимом, позволяют нашему округу оставаться регионом свободным от коронавируса, и я надеюсь, что эта стабильность будет сохраняться и дальше. Для этого вчера постановлением были введены дополнительные меры безопасности, которые все мы с вами должны соблюдать. Первое. Начиная с 28 марта, то есть сегодня, в округе полностью приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые, караоке. Вместе с ними перестают работать салоны красоты, солярии, сауны, массажные и стоматологические кабинеты. Эта пауза в работе продлится до 5 апреля, то есть одну неделю. С понедельника начнет действовать указ президента о нерабочих днях, то есть с 30 марта руководители должны выполнять все требования этого указа и предписания, которые даны в постановлении губернатора в отношении работающих граждан. В первую очередь в возрасте старше 60 лет. Они находятся в зоне повышенного риска. Кроме того, с 30 марта по 3 апреля всю следующую неделю в Ненецком автономном округе не будут работать детские сады. Я прошу родителей отнестись к этому с пониманием. Это делается для безопасности наших детей и, в первую очередь, их. Оперативный штаб по профилактике коронавируса со вчерашнего дня работает в круглосуточном режиме. Нами приняты все меры, чтобы не допустить появления этой болезни на нашей территории. Я всех прошу соблюдать меры предосторожности и профилактики в этот период. Особая ответственность лежит на работодателях. Внимательно изучите все документы, направленные на профилактику этого вируса. Они опубликованы, есть в свободном доступе. Ну и последнее. Мы все с вами говорим время от времени нашим близким, детям, родителям в том, как сильно мы их любим. И сейчас у нас есть прекрасная возможность доказать свою любовь очень простым способом. Просто расскажите им о том, как нужно себя вести в ближайший период и постарайтесь соблюдать те меры предосторожности, которые предписаны. Наш привычный мир немного изменился и только от нас с вами зависит, как надолго это продлится. Берегите себя, будьте здоровы, здоровья вам и вашим близким.